Утро на Елисея Всем привет! Я Антон Питайкин. А вы знаете, что эталон женской красоты явление весьма изменчивое? Судите сами. Эталоном красоты древнего Египта была стройная и грациозная женщина с полными губами и огромными миндалевидными глазами. Чтобы расширить зрачки и придать блеск глазам, в них капали сок из растения сонная одурь. Самым красивым цветом глаз считался зеленый, но это редкий цвет. Нет, предприимчивые египтянки обводили глаза зеленой краской из углекислой меди. Для завершения образа красили в зеленый ступни ног и ногти на руках. Хотя в последнее время я часто вижу девушек с зелеными ногтями и волосами. Неужели из Египта? Отвлекся. Так вот, в древнем Китае настоящая красавица должна быть хрупкой, с тонкими длинными пальцами, плоской грудью и крошечными ступнями. Чтобы предотвратить рост груди, девочкам с 10 лет туго затягивали область грудной клетки холщовым бинтом. Ступни девушек тоже подвергались деформации. Процесс был очень мучительным и занимал около трех лет. Но девушки все равно соглашались, так как девушку с обычными ступнями не брали замуж. В Японии традиционно красивыми считались длинные прямые волосы, белое лицо, нарисованные брови и черные зубы. Кстати, практика чернения зубов ацетатом железа была распространена до начала 20 века. В Древней Греции существовал культ тренированного тела. Эталоном красивого тела у греков стала скульптура Афродиты. Рост 164 сантиметра, окружность груди 86 сантиметров, талии 69, бедер 93. Как видите, совсем не худышка. На Руси женская худоба считалась серьезным недостатком и даже признаком болезни. В источниках можно найти сведения, что настоящие красавицы должны были быть весом не менее 5 пудов, то есть 80 килограмм. Белоснежная кожа и яркий румянец на щеках также свидетельствовали о здоровье. Именно поэтому на Руси широко применялись белила и румяна. Собственно и сейчас с белилами и румянами, то есть с бронзерами и хайлайтерами, все неплохо. В общем, красота вечно. До встречи!